Тихо, тихо, тут прогнозы, что за машина... Запорожец! Ни хрена себе! Э, братухи! Братухи! Э, мы тут, а я тут! Еще один Запорожец! Ни хрена себе! Охренеть! Э, братухи, меня подождите! Подождите! Они остановились! Опа! Ого, это серьезно тут, ребята! Если бы еще двух машин не было, я там и проехал. Обязательно. Сейчас мы уберем, сейчас уберем! Не вопрос, больная! Блин, офигеть, а где вы взяли столько Запорожца? Вы мой видели хоть Запорожец или нет? Видел, ваш канал смотрю. Спасибо! И на авторынке вас тоже сейчас... Блин, у меня же такого цвета есть, только ушастый. У меня же... У меня это... Блин, а это... Это в оригинале? Да. Да ладно! Почти, да? Почти? Охренеть вообще! А что вы на фронт к нам не приезжаете? Да вы рвете машины, похиваете! Не, ну вы можете аккуратненько ехать. У нас же ж не... Смотрите, вы проснетесь утром и будете вот так разговаривать, как этот. Близко не стоите к нему. Ну вот, видишь, какой... А что за мотор? Все родное. Так это Виллис или что? Коробка, раздатка, мосты, все родное, кроме мотора. Охренеть! А посмотри, какое оно узенькое все! Так как у тебя, Руслан? Так у тебя! Виллис! Мост оригинальный! Оригинальный! Добрый день! Мост оригинальный, да! Кроме коробки раздатки, да? Коробка раздатка, мосты разные, двигатель А69 вообще. А, коробка? А, вот так? Коробка, да-да-да-да-да. У меня еще одна коробка, еще одна раздатка, еще передний, задний мост. А это нашли все родное? Это все старое, оригинальное или вы новое купили просто? Это с нуля сделано. Ну, капот вы говорите. Вот это родное. Нет, все, машинка. Вот это родное. Что-то уже восстанавливали. В Америке можно заказать, тебя в коробке. Можно, можно, да. И сам собираешь. Прикольно. Да. Вот это номер. А какая скорость максимальная? В Америке продают. Какая максимальная скорость? Нет, резина. Паспортная 105. 105? Да. Ну, едет она немножко больше, но больше 100 мне страшно. База короткая. Я бы купил ее. От отца осталось два комплекта. Нет, там в Америке есть. Есть. Да, 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 да. Ну, а куда выбросить ее? Ну, да. Обалдеть вообще. Я куплю. Вот это. А где вы где-то тут живете, рядом? На Позняка. Я сейчас даю куплю. Класс. Я сейчас-то вижу запорожцы, которые... А запорожцы это тоже, чтобы ну, ретро стиль поддерживают, Мои друзья, они пригласили, я их поддержал. А не на оффроуд? А я не знаю, ребята. Я не буду на оффроуде. Так вас добавить в группу может? Крис, добавь человека в группу, он хочет на оффроуд. Ну, рвать я машину не буду. Не-не-не, сегодня нет, следующий раз знаю. Не-не-не. О, мне... Витя пострекай, дверь шикарная вообще. Ничего лишнего. Сама легкая. Наблюдательная, знаете? Наблюдательная. Вот это 170 долларов пара с Америки. 170 долларов пара? Так это все так и стоит. На него есть все продают. Сумасшедшие цены. Вот это все. По космическим ценам все. Ну, вот это я не помню. Вот это 170. У Макса есть токаря синий. Пара. Резина, кстати, 450 Максов, по-моему. А зеркало оригинал? Да. Сколько долларов? Мне даже страшно спрашивать. Не помню. Я понял, что лучше не говорить, потому что на Майбу... Я подкратил. 4 500 долларов за работу и 4 500 на детал. Ну, у меня еще одна коробка, раздатка, мост. Все еще по второму. Обалдеть вообще. Забери кейгу своя вообще. Обалдеть вообще. Руслан, смотри, какие эти... Садитесь. Охренеть, блин, вообще. Свет выключите. Вот это свет выключается. Садитесь. Блин, вот это номер вообще. Иду. Не вздумайте его садить. Куда? Не-не, он не сломается. У-у-у. Вот это, блин. Да, подожди. Дверь, закройте дверь, пожалуйста. Спасибо, блин. Потому что... Не, ну реально так безопасней. Уперся, да? Видишь, как продуманно. Крис, вот такие эти, если двери поставят, и везде будешь проезжать. Точно не вернете с ним. Обещать, я доплачу. Ох, как заводится. А двигатель всего, говорю, у нас садится. Там машина. А коробка 69, да? Не-не, да. А, родная, родная вы говорили. Сразу варить у него не общий. Глядь? Нет. А сзади же вот так и сидели на этих, да? Ну, в войну. Нет, нет, там сидушка в реставрации. А, в реставрации еще. А, сидушка же поперечная тут. Ну, а бы как... Два человека, да, так плотненько там, да? Пока! Пока, пацаны! Саня, прыгай в Запорожец, догоняй! Блин, и закат. Блин, вот техника была, да? Вот это сюрприз вы нам сделали. Вечерний, в лучах заката. А что тут с понижением, интересно? Мосты? Один к двум. А главная передача? Ну, не-не-нет. Я имею в виду мостов. Задняя постоянно, передняя жесткая подключение. Нет, передаточная моста, редукторов. 3,88. О, так она довольно скоростная получается, потому она так быстро едет. Забыл. 105 паспортный. 105 паспортный. Это в войну была такая? Да. Да? Вот это круто. Это первый внедорожник в мире, в принципе. Ну да. До него же не было ничего. Он серой был, недоделанный. А вот этот, это уже свежий, смотрите. Да, это MB. Блин, а как начинали и до чего дошли, блин, глянь. Как специально, видели? Поехал, чероки. Кроссовер. А это так, ну... Не, не, от себя, колхоз. Колхоз. Табличка есть тоже, да, как включать, чтобы... ГАЗ-69. Педали оригинал, да? Да. А нижняя, 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 это 69, да, наверное, педали сделаны? Ну, газовая неправильно. Ну, газовая, ну, эти две, по крайней мере, да? Устойчивый, слышу устойчивый запах бензина. Нет. Блин, класс, вообще, и руль родной, да? Вот это аппарат, блин. Это просто шок. Надо фоточку хоть сделать. В лучах заката. О, как раз вот этим флагманом автопрома. Саня, подъезжай, рядом фотку сделаем. С чего началось и чем закончилось? С чем началось, чем закончилось. Да, не, ну... Вранглер есть, Рубикон, просто, вон, в кустах. Контент нашли. Это первый внедорожник в мире, ж, блин. Это первый в мире, не было же ничего. Ну, прокатался, да, такая специфичная. Я когда-то думал, вместо Луаза, газ 69. Ну, ну, гараж. Ну, ты знаешь, как в нашей советской технике, всегда должно быть вот это. Что? А, коробочка. Не, ну, так а что ты? Свечи. Да не, ну, то такое. О, спасибо. Блин, дверь классная вообще, ничего лишнего. Витя, Витя, понял двери какие делать теперь, если будем что-то делать? Вот она. Легкие. Но они, правда, дорогие только, 170 долларов уже пара дверей стоит. Но зато очень легкие. Можно было что-то сэкономить. Ну, да. Ну, то такое. Это у нас бензобак, да? Бензобак. А я слышу, что запах есть. Да. Вон он запах. Вот это номер. Ребята, а белый можете отогнать, чтобы рядом их поставить? Стой, Саня, вместо Запорожца стать. Отгоняй белого. А, типа поколения. Да, да, ты понял? Ребята, все. Они же похожи, решеточка же, видишь? Ну, это же слизано все. Свечи? Ну, Сван, Руслан, помнишь, я тебе говорил во Львове? Вон бензин. Что нам надо сделать с генератором? Иди посмотрите. Что? Что нам надо сделать с генератором? Просто сделать его. Во Львове, помнишь, я тебе говорил? Да, помню, я знаю эту схему. И мы ехали, мерзли всю дорогу. Блин, как мы... Ну, мы 130 на нем едем. Да, блин, у нас там был немного... И он не греется. У нас был немножко другой. О, Руслан, у меня фото твоего Залупаза. А, вон, видели мою это? Это я его. Это какой, первый? А в сарае стоят. Залупаз? Да, да. Витя, смотри, чтобы айфон не заглючил просто от такого... От кайфа, да? От кайфа, да, чтобы не это. Потому что он стоит, блин, почти как эта машина ретро. Да нет, там один ремень стоит. А, ремень, да, почти как телефон. Не ремень, дверь. Дверь, ты хотел сказать. Не-не, это не надо, пусть так, оно не видно. Да, да, нормально. Слышь, Саня, у тебя какая-то она больше, мне кажется, твоя машина, чуть-чуть. Разве среди, а? Блин, Витя, получается, две машины красивых и твоя голова, блин. И жопа запорожца. Ну, если честно, это не... Вообще начали они в 41-м. АМБ пошел... У меня сейчас я вам покажу, у меня там написано все. Все ходы записаны. Где у тебя записано? Пошли, покажу. Иди сюда. Да ладно. Идите сюда, что у тебя может быть записано? У него написано, что она произошла от этой машины. Сайнс 1941. 41-й. Виллис МА был в 41-м, а моя модель 42-м. Ну, это первый джип, вот он, Сайнс 1941. Прикольно. Охренеть. И, естественно, это не джип Виллис, это Форд GPW. Ну, а их выпускали, да, их выпускали. Да, да, да. Ну, по дверям похоже, кстати, я тебе скажу. Что-то есть общее. Есть общие черты. Резину поменять только и все будет. IP68. У него тоже помнишь? Все, да, IP68. Ну, в этой тоже, да? Да. Да, тут же тоже IP68. Влагозащита. Ну, тут ничего намочить нельзя просто. Поэтому IP68 автоматически. Нет. Что там такое? Витя рассекретил. Опа. Пошло вскрытие. Ну, это 90. Откроем? Ну, гордиться не о чем. Ну. Не Виллис. Не страшно. Есть чем все равно. А это за что цепляется, когда едет? А когда едет без этого, оно что болтаться будет? Толщина радиатора. Это 69, извините. 69 форсированный. А сколько? 70 где-то, да? Под 60. Под 60. 56 или что-то. Не, не форсированный 50. Родной 51, 55. Тут опущена головка степень сжатия 7 на 60 лошадок. Под 62, да, получается? Под 60, 76. И следующая головка заплавленной камеры. Степень сжатия 8,5 может на 70. Ну, я тут не стою. Как мне это все помнить? Я не помню, где ключи. Что это такое, пожалуйста? Это маскировочная фара. Это маскировочная. Я понял, но я не пойму, где наследится. Они не несут светомаскировочные фонари. А вот это тоже, да? А это? Для колонны. Это родные? Да, да. А то фары. Что-то. Я не понял. Светомаскировочный габарит. Светомаскировочная фара. А типа лебедки тут ничего такого не было? Или что-то есть? Стояло тут. На нем. Стояло, да? На механической, которая на УАЗе. Ну. Механическая, то что, туда есть выход? Солосы. Ну, блин, ну круто. Они отключили. Рулевая колоночка. Рулевая колоночка. Вы этого не слушайте. Он очень опасный. Ну, что там болото с другой стороны. Похожий двигатель был, но... Не, не светит. А, светит. Американский. Ну, конечно. Тяговитый, 60 лошадей. Тех же 60 лошадей. Те же крутящий момент на 2000, не на 4, как у современных. На 2000 крутящий, да? Максимальный на 50. Тон на 50 весит? Вообще весит. Сейчас. Да. Это с этими дверями. Ну, с дверями, да. Да, да. Сказка. С облегченными. А масты? Ну, видишь, это... В общем, вы можете смело приезжать, вы нигде не застрянете, я вам сразу скажу. Запишите телефон, звоните, а я командировочный приеду. Да сейчас этот иностранец вас добавит в группу. Да, у нас начался один наш. Да, да, это... Он просто в Афроуде с 2000... Иностранец с 2005, и он теперь как бугор. Он ходит, и я говорю, с 2005, я 15 лет в Афроуде. Витя говорит, я 3 месяца, говорит. Суня какая-то сушка какая-то интересная. На две стороны лягет. На две стороны? Смотри, видишь? А, вот этот вариант. Да, видишь, это этот самый... Решение, да? Решение интересное. А, слышишь, и простое получается. Да, да, получается. Просто снимай, сейчас запорожец будет... Так, друзья, сейчас будет запорожец унижать Ниссан Патрол. Патрол, если выйдет, конечно, из этой лужи. Ух ты, блин, зверюга, ты видел, что делает? Увидел, что я приближаюсь? Хорош, дельфин, уйди! Напугал, блин, человека. Не, ну, людей на запорожцах не испугаешь. Вот это номер. Патрол, патрол, убери свое говно! Патрол говно, да? Да, Крис! Слышишь, это не на бляхах, нормальная машина. Меняйся, пока люди готовы, блин. Я тебе серьезно говорю. Проходимость одинаковая, ты ничего не теряешь. Ты понимаешь вообще? Не понимаешь? Да, ты взял, чтобы проходилась такая самая. Ты что, не... А, у тебя, да, ты буксовал, а он прошли легче. Ну, блин, все равно не теряешь ничего. Тапочки дашь, вдобавок еще. Дожди, идем, идем, кабриолеты. У тебя вообще такого нету. А там новый аккумулятор. Ну, как машина тебе, Егор? 42-го, да, Руслан? 42-го, да, 42-й год. Представь. Американский автопор. 41-го они только начали выпускаться, 42-й тебе вот он стоит. Здесь это прапрадед вот этого им машины. Вертона, Веста. Двигатель с ГАЗ-69, но он максимально похож, скажем. Если бы мне полгода, я бы новый купил, поставил. Если бы денег потратил, и... Если бы было где взять, в смысле? Есть где взять. Есть где взять? А вот этот куда? Сейчас, сейчас, вручка. Это мы не временно не сделаем. А, я смотрю, что там. Да, вот это круто. На УАЗе было не так. Тут полегче, да, Витя? Витя? Да. Смотри. Довая. Сейчас волосками. Волосками, да. Нифига. Вы только по асфальту ездите. И в потоке на Олкарланд. Яна, отойди, он по волоскам тем гладит и возбуждается. Отойди. Потому что он что-то заводится. Я вижу в глазах изменения. Я искал с волосками. Да, вообще страшный просто. А где этот Алэс пропал с ваших экранов? Алэс, Алэс. Был я же у него где-то месяца три назад, два катал он меня с Субару. У него половину, да. Я видел, он только начинал его строить. Я же у него запчасти беру. Я у него двигатель забрал. Сороковку. Сороковку, да? Я сторонник оригинальности. Я только форсировал коллектор чуть-чуть. Ну да, колонки у вас оригинальные. Колонки оригинальные, я не успел. Отход от оригинальности. Да, да, да. Опа, красиво. Почти оригинал, не считая Солик с электронной. И рулевой колонки Жигулевской. Жигулевской. Подпоры из Нивы сделаны, чтобы держался капот. Так вы тоже автолюбите? Да. Крис, добавь в группу, пожалуйста, того человека и этого. Добавь в группу людей. Как называется? Тимур Владиславович. Блин, это сложное название. Ну, есть там я в шляпе. Да я иногда пишу вам комментарии в видео. Да, да, я видел. Ну, их так много. Высылайте, что я их не успеваю все просмотреть. Ну, старайтесь. В бортничах работают, так что я тут смотаюсь. А где работают? Врач-стоматолог. Охренеть вообще. Так у нас тут стоматологов больше, чем джиперов, блин. Да. А слепого вы знаете? Наглядно знаю его у него. Жесткий парень, да? ГАЗ-66 у него. Короче, тут все стоматологи и всех все знают. Я эту скороповку сам перебрал. То есть она вот работает. Четенько, да? Работает. Без уаза не обошлось, я смотрю. Ну да. Зеркала. Хорошо работает. Она и тихенько работает. Красиво. Понял? Меняйся, пока не поздно. Патрон на бляхах заберете в обмен? Нет, мне это нравится. Понял? Все, отпускай. Нет, нет. Пока. Блин, вот это номер. Вот это неожиданный поворот, да? Счастлив. Да это вообще, я в шоке просто слышу. Ты думал ты один, да? Да это вообще. Макс, ты прикинь, а я же мог не приехать сюда. Видишь, вовремя я позвонил. Не почувствовали. Офигеть, они почувствовали, что я тут сижу, да, или что? Да. Ну это совокупление наших всех сил здесь было. Связь с космосом. И они поняли, что... Я уже плачу 4 дня, ты понимаешь? А. Знаешь чего? Да. Да, он знает, снимай его, снимай его. За газик? Понял, да. Я монтирую видео, я монтирую видео. И, Макс, и вы ездите на газике, и у меня слезы, опять слезы. И у меня слезы на глазах, как это, держись, блин. Да держусь, блин. Ну что ты скажешь по этому поводу? Фантасик, дай, пожалуйста, ключи от твоей машины, я сейчас перегоню, там мешает. Не, не, ты что, это опасно. Руслан. Это не моя. Руслан. Писано. Что там, я не вижу. Мастер, люби. Сейчас, вот это. А, подожди, это тут человек, который купил машину, да? Да, который газик купил. Прикинь. Что пишет? Он пишет, что я безумно рад этой покупке, я понедельник к деду. Ну, это что-то не понятно. Мои две любви. Вот он. Мои две любви. Вот это, ты представляешь? Это Макса газика у новых хозяев. Ты представляешь, что я не ценила газик, по-моему? Да, да, да. Вот, смотри дальше. Да лучше бы Мазду продали, бру-ру-ру. Спасибо большое. Дождусь как манну небесную. Мы покажем, мы покажем, мы покажем, мы покажем, мы покажем все машины, которые наши, кто у нас покупал. Вот, вот, смотри. Он едет, он говорит, я ни разу не застрял, он говорит, какой-то все богуще. Новый хозяин газик. Он какой-то невероятный, думает он. А он с нами не катается? Да новый сейчас, обладатель газика. Покажи девушку на... Про патрол твой кто-нибудь написал так хоть раз? Про патрол не пишет. Ну, написал в смысле? Макса, ты говорил так. Возь я его, газик. Горько, горько. Ян, открись, отойди, горько. Это он не скинул фотографии. Да, ну я не могу. Я тебе говорю. Вы мои две любви. Я стоял у вас и газик. Они его двоем любят. Вот это день, вот это вечер. Не, Макс, ну надо было Мазду сбрасывать. С ней больше геморроя, блин, и больше денег бы за нее дали. Так, оффроуд завершен. Рус, ничего не надо, я сейчас... Тут еще у нас недорожник на ВСМПУшных дисках. С серьезным пилотом. Луна на горизонте. Жабы квакают. В общем, красота полная. Вот эти места, где ныряли только что запорожцы. И все остальное. Вы видите, боевая машина серьезная, рабочая. Пошел оффроуд. Вот такая концовка дня. В общем, друзья, оффроуд у нас. Интересные машины у нас находят всегда. Сами можно сказать. Так что подписывайтесь, делитесь. У нас постановочных видео пока нету. Есть там идеи интересные, чтобы что-то снять такое. Для массового зрителя. Ну, а так 5,7 и мы летим домой. Всем пока. До встречи.